здравствуйте друзья здесь демитков юрий но на самом деле тема про из наверно очень интересная но а может и не очень намного интереснее все-таки посмотреть куда инвестировать и как получить этот самый доход от инвестиций и давайте сейчас посмотрим на экран и посмотрим что происходило так что происходило у нас с акциями в последнее время ну и традиционно задает тональность общую во всем мире индекс s&p 500 стендарт and курсы это индекс который средняя стоимость 500 компаний я рассказывал о том сказать почему именно s&p 500 это базовый потому что это предполагается что на экономику сша да и вообще в мире влияют ну скажем 500 крупнейших компаний америки и этот индекс постоянно пересматривается и все взоры прикованы к нему если s&p 500 растет то в общем то во всем мире растет почему потому что но если скажем в компании microsoft все хорошо то значит она тянет тех кто с ней взаимодействует его тех тоже все хорошо ну и так дальше по цепочке идет то есть крупные компании тянут за собой все остальные поэтому достаточно следить за наиболее крупными компаниями по отраслям и соответственно будет представление о том что же нас ждет итак давайте посмотрим что же нас ждет вот смотрите здесь вот конец прошлого года 2018 мы видим что в декабре где-то да нет даже раньше началось падение индексы s&p 500 и это было достаточно серьезное падение в 2018 году в конце прошлого года и 2019 год начинается с низкого старта с низкой базы и пошел вверх 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 он восстановился потом где-то в давайте посмотрим вот на этом графике да вот он потом где-то в мае месяце пошел спад весь май он шел но потом снова пошло восстановление и он опять достиг максимумов и уже в конце августа снова пошло падение потом какое-то колебание потом снова подрастал из конца октября он непрерывно рос что же нас ждет дальше и почему он рос ну тут трамп вводил пошлины всякие и поднимал экономику снижал налоги для корпораций но в принципе вот в течение года все эти импульсы перестали иметь влияние уже и требуется что-то новое они все отыграли поэтому предполагается вот ну большинство аналитиков сходится к тому что рост если и будет то будет не таким большим вот что говорят аналитики в основном то есть до уровень безработицы низкий в америке до американцы великолепно себя чувствует работа есть платят хорошо потому что но куда деваться корпорациям они платят хорошо потому что ну нет безработицы и нельзя с рынка просто но как бы уволить человека очень трудно потому что нового найти грамотного достаточно трудно приходится держать высокий уровень зарплаты вот то есть все там хорошо и трамп ведет борьбу за то чтобы американские товары все больше и больше покупали и не покупали другие вот китайские в частности вы видите да чтобы покупали американские боинги и не покупали ирбасы хотя вот боинг упал и проблемы вот такие значит перспективы что будет дальше ну дальше предполагается рост такой сильный вряд ли будет и собственно говоря это в мире что у нас индексом ртс давайте посмотрим сейчас на индекс ртс вот сейчас я включаю российский индекс ртс потому что нам он ближе с другой стороны но в принципе он не так чтобы сильно отличается от и сам пи 500 вот он декабрь 2018 у нас тоже падение вот она куда она денется в декабре и пошло примерно такой же график посмотрите вот да у нас отличается от и сам пи 500 но сейчас он на максимуме поэтому что ожидается но я думаю что все таки ожидается что и у нас и в мире в общем то будет некое охлаждение такое вот вот от этого роста и так май вот ну вот так вот вот это дневной график вот но предполагаю я лично предполагаю что до 1400 он где-то в течение там месяца 2-3 должен упасть немножечко но вот где-то вот и в этом диапазоне должен держаться какое-то длительное время поэтому что делать что такое индекс давайте вспомним индекс это какая-то средняя цена акций и спрашивают часто какие акции покупать какие акции покупать они какие на самом деле потому что но неизвестно какие акции кто-то наверное поднимется акции каких-то компаний но вряд ли этот рост будет очень сильным и еще что я могу сказать но я естественно получаю от брокера своего открытия регулярно письма предложения куда инвестировать что рассмотреть какие инвестиционные идеи они дают вот и последнее время все чаще и чаще я замечаю что все больше и больше среди этих идей инвестиционных облигации облигации это инструменты с гарантированной доходностью то есть они мне вот реестр самых доходных облигаций вот реестр таких облигаций а вот тут новые выпуски облигаций по акциям как-то вот но не так много рекомендаций понимаете то есть как бы сейчас идет некий переток в облигации давайте посмотрим вот на ту облигацию которую я для себя купил это вот россия 28 она у меня единственная облигация вот просто единственная и вот она я ее купил видите где фото на 161 84 процента от номинала это облигация то есть она гарантирует доходность но вот она гарантирует доходность доходность купонная к номиналу у него 12 целых на 75 сотых насколько я помню процента годовых в валюте к номиналу то есть 12 75 в валюте но к 1000 рублей к 1000 долларов поэтому стоимость этой облигации так завышена потому что ну все хотят ее купить поэтому на нее стоимость высокая и когда я покупал текущая доходность то есть вот приведенная как бы к этой цене она составляла 4 где-то целых три десятых процента годовых в валюте при той цене которая была так вот сейчас если ее продам то она подорожала на сейчас 172 на и 9 она подорожала на 10 процентов то есть если я ее сейчас продам я получу 10 процентов в валюте и плюс на те самые 42 процента которые на нее начисляются и насколько я помню там буквально завтра должен прийти по ней купонный доход там 60 сколько там семь с половиной долларов это второй купонный доход который я должен получить вот такая облигация я ее не собираюсь ни за что продавать пока она ну по крайней мере не упадет до той цены до которой по которой я ее купил почему она подорожала потому что ставка cb снижается раз ставка cb снижается то значит люди идут забирают деньги раньше было выгодно классно депозит сейчас невыгодно что люди делают они идут и кладут свои денежки куда в инструменты с гарантированной доходностью то есть в облигации и в частности вот эта облигация но надежней не бывает потому что это облигация государственная россия 28 и там гарантии полные там но я по ней отдельное видео снимал я думаю что ссылочку вы увидите на эту облигацию она очень интересная такая уникальная это та самая облигация которая еще осталась от дефолта в результате реструктуризации поэтому по ней такая высокая доходность сейчас стоит ли брать эту облигацию не уверен потому что уже текущая доходность по ней при такой цене в районе трех процентов но поищите у меня были видео о том какие облигации брать а что делать в текст в той ситуации когда акции ну как бы ожидается слабый рост слабый рост я уже говорил и говорю что надо брать но ты на корзину компаний и я рассказывал что у меня вот есть эти ноты эти ноты вот эта нота взята на обычном брокерском счете на 100 тысяч рублей на акции компании алроса мосбиржа сбербанк и нлмк нота номер один вот здесь я ее насколько я понял приобрел до 30 10 потому что я не жду роста и и вот здесь я получил по ней купонную доходность почему я получил купонную доходность потому что купон выплачивается если худшая из этих компаний не выросла не выросла но в данном случае худшие компании оказался сбербанк вот он был в минусе все остальные три компании были в плюсе и я получил купон если все четыре компании будет в плюсе то есть выше вот этой зеленой линии выше нуля то выплачивается очередной купон 20 процентов годовых однако и и нота закрывать то есть возвращаются все деньги вложены в нее 100 тысяч рублей здесь был сбербанк чуть ниже поэтому но то продолжается до следующего периода наблюдения следующий период наблюдения наступит двадцать девятого 29 декабря но 29 декабря насколько понимаю попадает на воскресенье поэтому это будет 30 декабря то есть перед новым годом у меня ждет вот подарочек с которым я не знаю что делать на самом деле потому что но вряд ли что-то упадет скорее всего она будет закрыта вторая нота которая была взята по ней был недавно купон выплачен вот 0 8 12 это на корзину компании лукойл роснефть яндекс и северсталь те же самые 20 процентов годовых я тоже рассказывал здесь две компании были ниже отметки начала в данный момент только одна компания находится ниже отметки причем минус 0 15 процента ну в общем совершенно не принципиально но по ней период наблюдения будет 8 или 9 января то есть это уже будет следующем году купон и буквально завтра будет вот по этой компании по этой ноте это та же самая нота что и вот это только взятая в другой немножечко период времени но и соответственно здесь тоже все акции будут выше нуля выше ну то есть все все четыре акции выросли поэтому судя по всему завтра я получу купон и там на следующий день буквально мне вернут все 100 тысяч я буду думать а что же мне делать вкладываться в эту ноту или нет сейчас акции на максимуме но я пока еще даже не решил на самом деле что же делать вот я пока в раздумьях кстати у меня к вам вопрос помогите мне пожалуйста как вы считаете что мне делать открывать эту же ноту снова или подождать открытие в следующем году когда скорее всего будет коррекция тогда ну более вероятно что она не попадет вот на этот вот на эту линию когда самая худшая акция будет ниже чем 85 процентов от начальной стоимости я думаю и я склоняюсь скорее ко второму варианту то есть новый год здесь по ней войти в кэше ну а сейчас я все-таки рассчитываю на то что индекс ртс все-таки будет корректироваться то есть он как-то упадет до 1400 и я рассказывал о том что я приобрел какое-то огромное количество опционов и в основном это опционы путь то есть на падение рынка акции и вот здесь я показывал вам что что будет если индекс ртс упадет вот что будет если индекс ртс упадет то у меня получается прибыль если он упадет до 140 тысяч вот давайте еще раз посмотрим вот сюда вот она 140 тысяч вот если дом упадет до 140 тысяч то моя стратегия даст мне вот они вот примерно 140 тысяч плюс 40 тысяч рублей сколько здесь вложено денег но вложено здесь немного денег в районе 6000 но для того чтобы их вложить там требуется достаточно большие деньги на счете то есть гарантийное обеспечение требуется довольно большое ну там больше ста тысяч рублей сейчас вот что еще я могу сказать что опционами я сейчас очень плотно и занимаюсь потому что если рынок стагнирующий то есть если он в боковом тренде либо падает то опцион это лучший инструмент для того чтобы зарабатывать на фондовом рынке это с одной стороны а с другой стороны посмотрите вот они акции которые я подробно рассмотрел и если акции будут падать а в акции у меня вложено здесь но больше 300 тысяч рублей соответственно это вот опционная стратегия акции не собираюсь продавать хеджируюсь как бы опционами то есть акции упадут опционы дадут прибыль акции вырастут но значит опционы принесут убыток 5 тысяч в любом случае будет хорошо я надеюсь что я рассказал подробно о той стратегии которые я сейчас придерживаюсь еще раз прошу ответить на тот вопрос который я только что задал как вы считаете что делать потому что то ли ноту открывать то ли подождать до нового года после нового года открыть ту же самую ноту а на сегодня все спасибо за внимание с вами был демитков юрий оставайтесь на моем канале поставьте лайк колокольчик и до встречи а